Всем теплый, радостный утренний привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас порадую встречей с Русланом Олехном. Встречайте! Здравствуйте, Руслан! Здравствуйте! Доброе утро! Как настроение, Руслан? Прекрасное. Прекрасное? Замечательно. Руслан, слушайте, я тут изучала график вашей работы, ну, может, плохо, конечно, изучила. Почему так редко приезжаете к нам в Беларусь? Существует же определенный график у меня, который составляется на 3-4 месяца вперед. У меня, например, на сегодняшний день составлен график до октября 21-го числа, потому что 21-го число в октябре состоится концерт Валерии с моим участием в Лондоне в главном зале Альберт Холл с Королевским оркестром. И помимо всего этого, каждый день что-то добавляется. И поэтому для того, чтобы просто, когда так складывается, что есть возможность поехать в Беларусь на выступление, то, безусловно, в графике появляется такая возможность. А когда нет, приходится иногда, к сожалению, отказывать. Потому что есть определенные даты, которые закладываются гораздо раньше. Но когда я приезжаю в Беларусь, я всегда рад и счастлив, потому что это моя Родина. А мы как рады. Спасибо. Ну, раз вы заговорили о Валерии сразу, да? Мечта исполнилась. Вы говорили, в 5 лет мечтали спеть с ней дуэтом, так? Пусть будет 5, но вообще 10. Даже 10? 10 лет, правда. Потому что одно из первых моих интервью, в котором я сказал, что я хотел бы спеть дуэтом с Валерией. И вот пройдя этот этап, 10-летний, много всяких событий происходило, происходит, каждый день происходит. Но вот последнее такое яркое событие – это дуэт с народной артисткой России. Всё напоминает о нём старый альбом, где мы вдвоём. Улица, где шли под зонтом, песня без слов, дождь за окном. Может, мы устали, стали чужими вдруг? Сколько мы старались, рвались сквозь замкнутый круг? Ты меня не знаешь, считаешь, считаешь дни. Ты так и не смогла опустить. Всё может быть иначе. Разбилось на удачу. Сердце из стекла Кончилась игра Рассыпались осколки А нам не жаль нисколько И не найти тепла Сердце из стекла Сердце из стекла И не найти тепла Сердце из стекла Кстати, Акредия, как вам удалось Кончаловского-то уговорить? Это первый его клип, насколько я знаю, дебют великого. Это правда, это правда. Егор Андреевич никогда не снимал клипы, ни за какие деньги. Настолько, понимаете, проникся песней, проникся дуэтом, плюс ко всему у него еще, насколько я знаю, очень теплые отношения к Валерии. Притом у них дружба уже очень давняя. Песня же автобиографичная, изначально вы ее спели своей бывшей супругой. Но это дуэт, он не был как дуэт, это был просто эксперимент для того, чтобы песня не лежала, для того, чтобы у меня была возможность показать этот дуэт конкретной Валерии. Так это был пиар? У нас нет такого понятия серийный пиар, потому что все наши отношения, которые были сформированы так за эти семь лет, когда мы были вместе. У нас очень теплые отношения до сих пор, поэтому слово пиар, это, наверное, не сюда. Хочется все же поговорить о личном. Я понимаю. Потому что я уверена, что многим поклонникам хочется поклонницам знать, чем вы живете, как вы живете. Как вам удалось сохранить теплые отношения с бывшей женой? Вы такой добрый человек? Ну, сам по себе, если охарактеризовать себя, то да, и добрый человек. Но ведь это не связано с добротой. Вы понимаете, в чем дело? Отношения сохранить с бывшей же супругой. Понимаете, в чем дело? Разрушить можно в один миг все, но сохранить это очень тяжело. Очень тяжело. И поэтому для меня, например, это очень близкий человек. Я сейчас имею в виду Ирину. Потому что мы до сих пор и созваниваемся, и мы до сих пор и встречаемся. Какие-то общие у нас есть проекты, дела, что очень хорошо. Потому что в основном все после совместной жизни, к сожалению, расстаются. Расстаются в большинстве случаев не очень хорошо. А вы верите в судьбу? В судьбу? Конечно. А почему? Есть какие-то факты, что-то в жизни происходило? В судьбу? Ну, поэтому вы поверили в нее? А я вам скажу так, что я специально не ставил цель верить в судьбу. Потому что я знаю одну простую вещь. Все в моей жизни будет происходить так, как должно происходить. И были некоторые случаи в моей жизни, например, когда что-то... Ну, я не могу сейчас привести какой-то пример, потому что это лично, наверное. Что-то было связано с неким событием, что вот только благодаря именно вот этой вот дорожке судьбы могло такое произойти. Даже, например, я вам скажу отношения, знакомство с Ириной. Ну, как так? Мы прожили жизнь... В Абруйске рядом. В Абруйске 18 лет, там 19, да? Никогда не знали друг друга, не видели в глаза. Я ушел в армию, она уехала в Минск в академию. Окончил академию, я служил в армии 4 года. Да, можно пояснить для зрителей, что она актриса. Она актриса театра кино, да, окончила нашу Белорусскую Минскую академию. Ирина Медведева. И только вот после того, как опять же она уехала в Москву, а я остался здесь, мы просто познакомились. Что-то произошло. И вот, наверное, в этой истории, мне кажется, здесь есть некая нить, которая связана с судьбой. Вы счастливый человек? Я счастливый человек, конечно. А какими правилами в жизни руководствуете, если таковые имеются? Обязательно. Нужно быть всегда человеком в любой ситуации, в любой ситуации, вне зависимости от профессии, от статуса, от социума. Обязательно помните тех людей, кто тебе помогал на определенном этапе. Потому что ведь все мы с чего-то начинали. И, к сожалению, теряем какую-то и память этих людей, которые были на каком-то этапе в твоей жизни. Что-то тебе дали такое, там, помощь, как-то оказали, может быть, материальную помощь. Там, либо просто помощь, поддержку моральную, да? О них нужно всегда помнить. То есть не забывать вообще, кто мы есть. И самый важный, наверное, фактор для каждого человека – это быть самим собой. Вот такой, какой я есть. Хотите, принимайте меня таким, хотите, не принимайте меня таким. И делать то, что ты делаешь, это профессионально. Руслан, завершение нашей беседы – банальный, но актуальный вопрос. Сколько мне лет? Нет. Как проводите лето? Середина лета, отпуск? Летом я люблю ездить на гречке острова. У меня активный отдых. Это дайвинг. Каждый год в разных местах. Погружение, где затонувшие корабли, сокровища. И недавно освоил серфинг. Очень интересный вид спорта. Поэтому вот буквально после фестиваля «Славянский базар», который пройдет в Витебске, я планирую поехать на какое-то время отдохнуть к морю, отдохнуть, понырять, позагорать и навестить родителей. Спасибо вам за теплую беседу. Пожелайте нашим зрителям что-нибудь хорошее, доброе, утреннее. Я желаю вам, мои хорошие, мои дорогие, только хорошего настроения, любви и мира. Ну а вам, мои дорогие женщины и девушки, гармонии внутри себя. Спасибо. Всем пока. Хорошего вам дня.